В пятый раз в Славянском районе прошел муниципальный этап краевого фестиваля конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань», посвященный столетию системы дополнительного образования Российской Федерации. Основной целью конкурса является возрождение и развитие детской и юношеской певческой культуры Кубани, активизация исполнительской деятельности творческого потенциала хоров образовательных организаций. Школьные уроки музыки – это, пожалуй, самые любимые уроки, так как домашние задания минимизированы, а сам урок – сплошной поток творчества. В советское время развитию хорового мастерства у детей уделялось большое значение – растили поющую страну. Не случайны слова одной из известных тогда песен «Нам песня строить и жить помогает». Ведь песня развивает эстетически, дает эмоциональную разрядку и просто улучшает настроение. А еще в хоровом коллективе дети становятся настоящими друзьями, и это утверждение остается верным во все времена. «У нас очень хороший руководитель, и благодаря нашему руководителю у нас очень сплоченный хор. Каждый друг друга знает, каждый общается, даже иногда мы просто вне хора гуляем, общаемся». Как бы за последние десятилетия не менялась школьная программа, в ней всегда есть отдельное место для уроков музыки. С недавнего времени на Кубань вернулась давно забытая традиция – устраивать конкурсы среди школьных хоров. Готовиться к ним, разучивать новые песни и чувствовать себя настоящими артистами, нравится учащимся, утверждает учитель музыки лицея номер один Светлана Сизанцева. «Детям нравится, просто очень часто не хватает времени, чтобы заниматься, чтобы оставаться дополнительно. Нагрузка очень большая и в учебе, и в плане свободного времени, но они все равно стараются, после уроков приходят, где-то вечером приходят». В конкурсе хорового пения на этот раз приняли участие 14 хоровых коллективов из 13 образовательных организаций района. Оценивались при этом техника, интонация, ансамблевое звучание, выразительность и, конечно, творческие находки. По итогам нескольких часов прослушивания победителями конкурса в своих номинациях стали хор отделения развития творчества «Жар-птица», младший и средний хоры лицея номер один, разновозрастной хор школы номер 29. В апреле победители муниципального этапа будут представлять район на краевом этапе конкурса в городе Краснодар. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».